Ищите хостинг для сайта? Обратите внимание на HandyHost. Этот хостинг с очень дружественной поддержкой, которая поможет по многим вопросам. Он идеально подойдет для начинающих веб-разработчиков. HandyHost – это проверенный временем провайдер с отличной репутацией. По ссылке в описании вы можете получить 60 дней хостинга абсолютно бесплатно для тестирования и разработки ваших сайтов. Для этого заполните форму. Это займет всего одну минуту. Регистрируйтесь. Elementor продолжает нас удивлять с вами возможностями. Итак, совсем недавно искусственный интеллект добрался и до изображений, то есть работу с изображениями через визуальный редактор Elementor на WordPress. Давайте в этом видео посмотрим, как искусственный интеллект может влиять на наше изображение в режиме редактирования сайта, какие там есть опции и настройки. Меня зовут Федор Васильев и к просмотру этого видео. Ранее я уже записывал, что такое искусственный интеллект в Elementor. Вы можете найти статью на моем сайте fedorvasilv.com. Вот эта статья, называется она «Искусственный интеллект врывается в Elementor». Вы можете здесь сначала ознакомиться, что это такое в Elementor на WordPress, а потом приступить к просмотру этого видео. Итак, я перехожу на свой тестовый сайт, захожу в режим плагинов, смотрим. У меня установлен бесплатный Elementor и Elementor Pro. На момент записи видео самые актуальные версии 3.14.0. Рейдем в режим редактирования страницы. Разработчики Elementor продолжают нас удивлять совместимостью ихнего продукта, то есть Elementor, с искусственным интеллектом. И теперь у нас есть возможность работать с фотографиями. И давайте посмотрим, как это все работает. Вы можете просто вытащить на холст, допустим, изображение, либо это строка или секция в настройках секции с заполнением картинкой. Там тоже есть эта возможность. Давайте я возьму просто виджет изображения, перетащу сюда. То есть, если мы сейчас видим вот здесь вот маленькую иконочку, это уже возможность работать с искусственным интеллектом. Также, если мы зайдем в настройки самой секции, стили, вот здесь у нас есть возможность загрузить изображение. И у нас здесь тоже есть возможность работать с фотографиями для изображения самой секции. Неважно, где мы сейчас это будем делать. Давайте просто зайдем в сам виджет картинки. Первое. Если, допустим, у вас нет вообще картинки никакой своей, вы нажимаете на иконку, чтобы работать с искусственным интеллектом. У нас это открывается. Настройки. Сразу хочу сказать то, что вроде как это доступно, работа с искусственным интеллектом через Elementor, но у нас есть количество обращений к этому искусственному интеллекту. То есть, количество обращений ограничено. И здесь вот, перейдя на страницу разработчиков, можно увеличить тарифный план, по-моему, от 3 долларов в месяц, чтобы у вас была возможность больше работать с искусственным интеллектом через Elementor. Первое, что у нас есть. У нас есть какие-то тут готовые изображения, которые мы можем взять себе, нажав на кнопку Use Image или нажать на кнопку Edit, редактировать. Есть иконочка копирования. То есть, если здесь что-то есть интересное для нас, мы можем также работать с искусственным интеллектом, с уже какими-то представленными работами. либо у нас вот слева есть колонка, где мы можем в поле только, пока что только на английском языке, указать искусственному интеллекту, что нам нужно в текстовом виде. Ниже есть опции, возможность выбрать тип изображения, дальше стилистика и соотношение сторон. Когда вы здесь текст написали, то есть вы можете просто воспользоваться, если вы английский язык не знаете, любым транслит-переводчиком Яндекс.Онлайн или Google.Онлайн транслит. По-русски там написать. Яндекс вам выдаст это на английском языке. Вставляем сюда и нажимаем на кнопку Generate Image. И здесь немножко ждем. Как вы видите, нам предлагает искусственный интеллект 4 картинки из текста, который я здесь написал. Здесь я написал, покажи мне фотографию машину будущего. И то, что, ну, хорошо, что нам дают 4 вариации на выбор. Вдруг нам что-то отсюда понравится. Если нам что-то не понравилось, мы нажимаем еще раз на кнопку Generate. Если нас какое-то изображение заинтересовало, мы хотим с ним продолжить работу, то, во-первых, мы можем увеличить. Здесь также кнопка Edit, редактировать, Use Image, то есть использовать прямо на сайте, либо кнопка назад. Это понятно. Но я хочу поработать с готовым изображением, которое у меня есть. Здесь я нажимаю по крестику. Я загружаю изображение. Есть у меня вот моя физиономия. Давайте поработаем с моей лысой головой. Перейду в стиле и сделаю картинку чуть побольше. Итак, переходим к искусственному интеллекту. Здесь над изображением у нас есть 4 плитки. И давайте их рассмотрим. Нажимаем на первую вот эту вот плиточку. Что здесь такое? Здесь мы можем сделать некий какой-то масштаб изображения. Далее я обращаюсь к искусственному интеллекту. На английском языке пишу. То есть я хочу, чтобы он поработал с фоном за картинкой. Ну что-то придумываю текстом и нажимаю Generate. Искусственный интеллект по каким-то своим алгоритмам выдает мне 4 результата. То есть за моей картинкой накладывает некий фон. Ну я выбираю какое-то изображение, которое мне, допустим, понравилось. Нажимаю на карандашик. Все. Изображение здесь у меня уже с рамкой. И я хочу продолжить дальше работать с фотографиями, с другими возможностями, какие сейчас у нас есть тут. Дальше будет как раз-таки очень интересно. Здесь я нажимаю вот на эту плитку. Здесь появляются дополнительные кнопки. Ну это назад-вперед и кнопка толщина кисти. Вот я специально выбрал свою лысую голову, чтобы, допустим, показать вам, как работает искусственный интеллект сейчас в Elementor. Я хочу, допустим, сделать волосы и сделать бороду. Видим, что, наводя мышь на картинку, у нас превращается курсор мыши в такую некую кисть. И я начинаю просто водить по области головы, там, где должны быть волосы. Что-то такое. То есть я скажу искусственному интеллекту сейчас на английском языке, добавь мне волос. И я обозначил сейчас кистью, где на картинке нужно добавить волос. Далее я обращаюсь к искусственному интеллекту и пишу «Добавь мне седых волос». И нажимаем на кнопку «Generate». Достаточно интересные получились результаты. То есть четыре варианта там, где вам кажется, что максимально ближе к настоящему. Но вот четвертая почему-то у меня картинка вообще замыльная получилась. В общем, я считаю, что достаточно интересно смотрите вот этот вариант. Но я хочу продолжить работу. Хочу теперь добавить бороды и усы. Я нажимаю на иконку «Редактировать» именно на той картинке, которая мне больше всего понравилась, подходит. Я нажимаю на ту же кнопку. Выбираем толщину маркера. И я вожу по лицу там, где должна быть борода и усы. Пишу по-английски «Добавь мне бороды и усов» и нажимаем на кнопку «Generate». Сейчас не очень, так сказать, алгоритм проработал. Три картинки вообще не подошли. Вот это вот более-менее. До этого я пробовал. У меня варианты получились поинтереснее. Ну, вот это достаточно интересный вариант. Дальше хочу продолжить работу с изображением. Нажимаем на карандашик. Дальше у нас есть кнопка «Вариации». Заходим сюда. И здесь искусственный интеллект уже может креативить и сделать из вашего изображения совсем даже не похожее лицо. Но тут нужно уже просто создавать, пробовать, сидеть, смотреть, более точно писать. Здесь не можете не стесняться писать большие тексты, чтобы максимально близко искусственный интеллект понял, что вы хотите получить от этого изображения. Я пишу свой текст. Также здесь можно выбрать тип стиля и соотношения. И нажимаю «Generate». Получилось достаточно интересно. Я добавлял по-английски здесь «Добавь мне злобного вида». Конечно, я уже сам на себя не похож. Это уже немножко другие алгоритмы. Но если вы хотите что-то поэкспериментировать, покреативить, то есть интересные, достаточно такие симпатичные получаются из вашей фотографии виды. Как это искусственный интеллект видит, он вам делает такое уникальное изображение, достаточно смешное и интересное. Далее выбираем понравившееся изображение. Нажимаю режим редактирования, чтобы продемонстрировать вам еще вот эту кнопку. Эта кнопка на самом деле увеличивает размер и детализацию. Делает ее более четкой, более высокого качества. Я выбираю максимальный, двигаю вот этот ползунок и нажимаю «Generate». Эту процесс тоже делает искусственный интеллект. То есть улучшение картинки, увеличение пикселей, увеличение качества, размера. И получилось вот такое изображение, такого размера. Просмотрели с вами все вот эти возможности. Нажимаем «Use Image». Теперь изображение помещается, мы это видим, к нам на сайт. То есть если мы зайдем в медиа-библиотеку, мы видим вообще все эти. Вот до этого я тестировал, вот оно изображение мое. То есть это реально картинка. Ее можно скачать на компьютер. Она уже находится прямо непосредственно на вашем сайте. Не где-то в виртуальном каком-то пространстве, она уже на сайте. Вот это ваша готовая работа. Надеюсь, в этот раз вам было интересно посмотреть на новые возможности искусственного интеллекта в самом Elementor. Я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok